специально взяла эту пациентку достаточно свежая работа у нее такая просто вот классика знаете вот прям вот как придумано как вот классически как ее показано очень да а вам дует да извините хорошо отчет до нас не дадула пока хорошо сейчас электрику тоннелирование вот обратите внимание до какого здесь очень хорошо как раз на этой фотографии видно вот уровень до которого расщеплен сосочек когда уже тоннелирование лоску отодвинули вот это вот видно что где он прикреплен до место от которого он расщеплен практикальный разрез прям по уздечке очень удобно и пинцетиком ее натянули ассистент поднял высоко губу чтобы натяжение было хорошее и рассеклись спасибо тебе хорошо подошел уздечку разрезаем прямо глубоко скальпелем до кости да и начинаем мобилизацию вот композитные швы кол-выкол узелочек завязали сюда затянули композитом залили засветили коронально все сместились в 3-2 всегда все все 14 дней трансплантант это мозговая оболочка это конечно лес легче устанавливать чем в тоннель да почему говорится что это методика более такая адаптивная пусть она массива массивная за счет этого вертикального разреза конечно легче вносить пластические материалы одинаково одинаково ну да вот сюда кончик торчит а потому что трансплантант не брала с такой стороны да нет это не эксперимент почему просто с той стороны куда поставила глубже скорее всего рецессия была можно исходное потом посмотреть будет вместе все ушито вертикальный шов ушит и здесь все зафиксировано крестообразными швами можно значит мне нужно было скорее всего я же не просто так я же заполняю карты на основании ее смотрю Саня у нас там ни одной карты у Оксаны тоже нет в этой презентации нету карты посмотрю 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 вот здесь пациентки видите все швы отвалились типом позитивно но не как нет 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 да да композиты крестообразные швы и вертикальный шов естественно просто в непрерывном ушивается да да здесь здесь уже были еще сюда четверка поэтому забирали чуть побольше не от клыка до клыка ну не знаю нет я бы сказала что трансплант отдал больше объема вот здесь трансплантат и там а исходно было хуже здесь поэтому и такой выбор получился я же говорю я не просто так я скорее всего да потому что от этого планирования у вас потом будут все ошибки или наоборот не ошибки это нижняя челюсть здесь третьего класса тоннелирование разрез корни обрабатываются также я уже просто не повторяюсь да вы все помните все то же самое мы делаем композитные швы коронально подтянулись а сложности сейчас скажу в чем расщепить сосочки и тоннелировать особенно если тонкая дисна биотип тонкий можно дышать надо дышать надо всегда дышать чтобы не дергать руками это очень плавное движение размеренные немедленные все что касается мокогенгевальные хирургии это ваше дыхание если вы отвлекаетесь разговариваете прерываетесь напрягаетесь это все сказывается на вашем результате все полтора нет не фиксируется потом только крестообразными швами прижимается в чем и удобство что он просто заводится до можно можно да можно да а зачем посекать его и что вы получите в результате что вы получите некрасизированной но длиннее да мы его прокалываем то дыша на него вы хотите его еще рассекать но от того что вам показали что его можно рассечь растянуть это не значит что он даст вам результат а так конечно конечно можно рассечь и и и и и и и понятно композит крестообразные швы соль на что и и и и а и и и и и и и и как презентация вот завтра будем делать вы поймете что это как бы да так как же мы депетризируем сосочки все то же самое все это одно бреящее движение одинаково я покажу особенность да никак вы не поймете никогда в жизни у вас же нет микроскопа в глазах ну все это визуализируете вы да если он не блестит значит вы уже максимально там все убрали эпитерий блестит все так с глазами сбрели а мы же обсуждали с вами утром что мы оставляем иногда специально до чтобы она подросла еще побольше и дало вот это вот подрастание ткани чуть-чуть сам островки можно для роста для будущего оставить сейчас покажу где в имплантатах не так работа миллиметров 3 наверное потому что два этого все таки вот это но забодесневая да да все таки 3 может быть я отвечу вам на вопросы у вас там свой клуб поинтересу поставили имплантат под заглушку ну нужно поставить формирователь десны взять мукатомом эту область и тоже десну депетализировать и соответственно сделать забору вот так возможно возможно но что с этим пятачком делать совсем мало я покажу сегодня что можно сделать в условиях куда вы раскрываете имплантаты пожалуйста ну вот это чему не надо заниматься знаете вот я же вот началась сегодня утром речь с того что я хочу вас вернуть в базовую классической хирургии только потому что у вас от мозгов отскочила вся коммерция потому что вот это все это от лукавого все вот эти мукатом он для другого он не для того чтобы крышочки нарезать здесь не ну вот и очень приятный бонус это к подросшие сосочки чем мне очень нравится веста пусть она не всегда идеально закрывает стопроцентной рецессии особенно нижней части но вот сосочки на ней растут прям вот дорогого стоит потому что некоторых пациентов это кстати мой пациент он достаточно известный человек и его не беспокоило совершенно что него рецессии его не нравились вот эти черные просветы вот его те черные треугольники вот есть пациенты наоборот их больше всего смущает отсутствие межзубного сосочка чем рецессия даже вот если ты до конца не закрою но сосочек вырос все ты доктор огонь самый лучший у нас повести есть вопросы да есть куча их и ты все не того качества я не могу вот они такие как будто знаете их топором нарубили эти инструменты не соответствует ну игорь вот то что они давали вот на на ну согласно вот они сейчас поменьше все равно это не то это все такое вот кондовая с не теми краями с не работать надо хорошим если на хорошие нету денег надо накопить и купить хорошие на чем можно сэкономить так пожалуйста он шовник наш отечественные есть нормального качества да там линтекс и так далее такие вещи их покупают один раз и это так в в в в Субтитры создавал DimaTorzok